Здравствуйте, любители умных игр! Вы слышите Лёшу Халецкого и это обзор игры Torment Tides of Numenera. Также я делал два стрима игрового процесса, так что если вы хотите погрузиться в игру более основательно, то отправляю вас к ним. Ссылки либо в верхнем правом углу появляются, либо ищите в описании. Ну а я, наиграв достаточное количество времени, готов поделиться своим мнением. И, пожалуй, скрипя сердце, к большому моему сожалению, долго взвешивая за и против, я не могу рекомендовать вам эту игру к ознакомлению. Хотите объяснений и больше конкретики? Их есть у меня. Сразу отмечу, что, естественно, я буду сравнивать Torment Tides of Numenera с игрой Planescape Torment 2000 года. Да, я знаю, что она вышла в конце 99-го, но играли-то мы в нее в 2000-м. И с недавними Pillars of Eternity и Tirania тоже ролевыми играми, которые во многом схожи с Tides of Numenera. Тем более, что Tides of Numenera создана на движке Pillars of Eternity. Надеюсь, я вас сейчас не забутал таким большим количеством английских слов. Ну, начну с того, что, напомню, Torment Tides of Numenera была проспонсирована людьми на Kickstarter и собрала 4,5 миллиона на свою разработку очень быстро. И как будто этого мало, разработчики из InExile под руководством Брайана Фарго еще и взяли денег у издателя. Итого у них было больше 5 миллионов долларов. Старт разработки состоялся в январе 2013-го, ну, точнее, было объявлено, что игра уже разрабатывается, то бишь как минимум 4 года. Итак, 5 миллионов и 4 года. Теперь вспомним про Planescape Torment. Там у ребят было меньше трех миллионов, и игра, дай бог, если чуть больше года создавалась. Ну, точных данных нету я, но я сужу потому, что Baldur's Gate был выпущен в конце 98-го. Движок от Baldur's Gate использовался для Planescape Torment, соответственно, особо раньше 98-го и разработка не могла начаться. А тогда на Infinity Engine, то бишь движке от Bioware, на котором созданы Baldur's Gate, делалось много игр, еще и Icewind Dale. И вообще, издатель Interplay стремился как можно больше выжать из лицензии на ролевую систему AD&D, так что год и 3 миллиона. И вот сравнивая эти две игры, Torment of Numenera постоянно во всем проигрывает. Я не из тех людей, которые ностальгируют по-прошлому, говоря, что раньше деревья были выше, зеленее, и девочки теплее, и прочее, прочее. Я за прогресс, за новые технологии, естественно, за новые игры. И на самом деле Torment of Numenera во многих вещах хороша. И, в принципе, такая довольно средняя, но хорошая игра. Но ее губит именно вот это какое-то маниакальное желание, видимо, быть похожей на Planescape Torment, причем в тех местах, которые, наоборот, надо было улучшить, сделать более современными. Ну, давайте по порядку. Вы являетесь бывшей оболочкой меняющегося бога. Ну, это так переведено в русской локализации. И игра начинается с того, что бог вас, видимо, оставил где-то высоко в небе, ваше тело падает вниз. И уже тут начинается этакий текстовый квест. Вы должны не разбиться в этой ситуации, быстро соображая, как-то спасти вот это свое бренное тело. Ну, а потом начинаются сами приключения. Вы пытаетесь найти себя. И тут, кстати, очень хорошо, что авторы прям не берут какую-то кальку с Planescape Torment. Напомню, в предшественнике вы были безымянным, Nameless One, который после смерти все забывал, но при этом в прошлых жизнях достиг максимальных высот во всех классах и прочее-прочее. И если безымянного в Planescape Torment преследовали его собственные грехи, то отверженный в Тайцов Нуменера вынужден пользоваться чужими. И если в Planescape Torment, как бы ваш герой, ну и вы сами пытаетесь найти себя, то в Тайцов Нуменера постигаете смысл своего создателя, пытаетесь стать либо частью его наследия, либо создать свое собственное. Ну, слава богу, акценты расставлены другие. История другая, и вот это для меня было важным, чтобы Тайцов Нуменера не слепо копировали Planescape Torment. Это, несомненно, удалось. Но вот дальше начинаются расхождения, которые, пожалуй, и характеризуют талантливых людей от пусть и хороших, но все же ремесленников. Основа Planescape Torment был текст. Но, во-первых, для 1999 года это было нормально. Вы просто по-другому не могли передать всю гамму эмоций, событий и всю глубину мира Planescape Torment, иначе как через текст. Но, извините, с тех пор прошло 17 лет. Уже другие технологии, другие визуальные возможности, а создатели Тайцов Нуменера, видимо, решили, что Planescape Torment любят только за тонны текста. И впихнули нам этот текст прямо в глаза. И если поначалу, ну, ты как бы читаешь, думаешь, ну да, так было в Planescape Torment. Но потом со временем ты понимаешь, что качество текста-то похуже. И оно не просто похуже. Здесь большая часть текста просто не нужна. У журналистов есть такое понятие нагнать объем или нагнать знаков, потому что во многих изданиях платят за количество знаков в статье. Так вот, у меня стойкое ощущение, что в Тайцов Нуменера нагоняли объем. Потому что там, где в Planescape Torment текст был к месту, и он объяснял, расширял ваше познание мира, то есть играл на атмосферу того, что происходит на экране, то в Тайцов Нуменера через некоторое время у тебя вот это пролистывание текста, нажимание на кнопок начинает вызывать ощущение, как будто ты выполняешь работу. И это вам говорит человек, который любит читать. Очень любит читать. Во-вторых, авторы решили, что любителям Planescape Torment вообще не надо никакого удобства работы с этим текстом. Он будет как обезьяна его прощелкивать, чтобы все прочитать, пробираясь через огромное количество воды. Это я к тому, что за 17 лет можно более удобный интерфейс придумать или хотя бы глянуть на ту же недавнюю тиранию. Да ладно, тиранию. Блин, в том же Planescape Torment, если вы выбрали какую-то фразу, и она потом опять появляется в разговоре, она уже подсвечена бледным цветом, ну, менее заметна. Именно для того, чтобы вы знали, что вы эту фразу уже выбирали. Знаете, что делают в Torment Tights of Numenera с нами авторы игры? Они просто к фразе добавляют либо слово «еще», либо слово «снова». А ну-ка, снова мне расскажи вот об этом. Или давай еще раз расскажи мне об этом. Что? Тирания? Где были гиперссылки, наводя на которые вы узнавали больше информации о мире? Или вам не надо было все это запоминать и было проще ориентироваться? Или там, где фразы, которые влияют на развитие сюжета и дают вам экспо, как-то подсвечиваются другим цветом? А те, которые просто раскрывают мир и дают, скорее, энциклопедическую информацию, никак не подсвечиваются, чтобы вам было удобнее? Вы хотите об этом читать? Вперед! Нет! Авторы Тайцев Numenera считают, что это не про них. Они делают Planescape Torment 1999 года, да еще и мешают игроку оставаться в игре. При том, что мы действительно вынуждены продираться через не самый лучший по качеству текст. У меня, знаете, даже сложилось впечатление, как будто авторы Тайцев Numenera пожадничали нанять хорошего редактора. И это я, кстати, говорю не о локализации. С локализацией дела обстоят еще намного хуже. Причем не только с русской, потому что жаловались и немцы, и испаноговорящие игроки. Вой стоит на всю округу. И я, знаете, даже не берусь тут судить наших переводчиков, потому что такое количество неинтересного текста надо еще постараться хорошо перевести. А так как они явно его переводили, не зная к чему он относится, это во многих фразах русских видно, то и результат получился практически таким, как было в конце тех 90-х, когда всякие Фаргус и Седьмые Волки переводили подобные игры. Да и то, наверное, перевод от Фаргуса на фоне от перевода Тайцев Numenera более-менее. Иногда русский перевод означает полностью противоположное, чем есть на самом деле. А играть на английском языке в игру, где такое огромное количество текста с таким количеством воды, очень многим из вас будет напряжно. Я реально уставал, у меня такое ощущение, что я какую-то работу выполняю вместо того, чтобы получать удовольствие от игры. При этом самое поразительное, вот если бы они это все дело причесали, текстом бы занялся один или два увлеченных человека, у которых есть вкус. То есть тут не надо, я не говорю про то, что там сюжет как-то плохо или квесты плохи. Нет, они как раз нормальные. Вот брать кучу ненужного наслоения бесполезной воды и было бы очень даже неплохо. С другой стороны, игра все равно маловато. То есть ощущение примерно те же, как от Тирании, что игра очень скоротечна и быстро заканчивается. Первый город, который был доступен уже в раннем доступе, это практически больше половины игры. Потом будет еще одна локация, очень скоротечная, и еще одна такая большая локация, но все равно поменьше этого города, Сагуса. Хотя в отличие от Тирании, в которой нам сюжет преподносился как эпический противостояние каких-то армий, великого владыки, а на экране мы там видели 3-4 человечка, бегающих туда-сюда. В Тайцев Нуменера вот эта камерность игры не так напрягает, потому что все-таки вы занимаетесь решением своих проблем, вот не зря на то, что там боги замешаны, ну точнее один бог и его прислужники. Но все равно количество персонажей внутри игры критически мало, причем интересно, что больше всего не хватает обычных статистов. Ты заходишь в какую-нибудь локацию, и практически с каждым ты вынужден поговорить. То есть там все какие-то либо квестовые персонажи, либо к тебе обращаются, вываливают на тебя те эти тонны текста водяного, и ты сидишь это все читаешь. При этом, чем дальше вы движетесь по сюжету и по игре, тем все это как-то хуже и менее интересно становится. То есть нас в раннем доступе завлекли вот этим первым актом, такой типичный маркетинг современности, а дальше хоть трава не расти. Ну, в принципе, я скажу, что и цветение, и аллея павших героев, места интересные, конечно, но они все равно уступают в наполненности, в проработанности и в качестве первому городу Сагусу. При этом я вам еще раз напоминаю, с чего я начал свое видео. Тормент Тайцев Нуменера делалось 4 года за 5 миллионов долларов, Плейнскейп Тормент за год и менее чем за 3 миллиона долларов. Причем и там, и там были чужие движки, то есть не надо было движком заниматься. И между этими играми расстояние в 17 лет. Причем Тормент Тайцев Нуменера, похоже, за эти 17 лет просто никаких новаций в себя не вобрало. Что у нас из ролевой системы? Есть возможность использовать ваши навыки, чтобы там пройти определенные испытания, если вы там добавите навык, вы можете даже воспользоваться помощью ваших сопартийников, с которыми вы гуляете, но и здесь подстерегает странность, которая вот меня на протяжении всей игры просто очень раздражает. Ну, например, вы кого-то в чем-то убеждаете, вы положительно проходите проверку на это убеждение, но вам игра не объясняет, почему и каким образом вы вашего оппонента убедили. Ну, нет, иногда, конечно, есть, там прям в местах, которые очевидны. Ну, грубо говоря, как будто вот я подхожу к незнакомому чуваку, говорю, подари-ка мне свой Лексус, прохожу испытания на свою харизму и убеждение, и он говорит, ну да, хорошо, дарю тебе Лексус. И все. Почему? Зачем? Я его просто убедил. Вот просто убедил и все. И это во многих местах настолько откровенно, что становится понятно, что создатели просто сами не знают, как это объяснить. Ну, мы вот сейчас вставим проверку на харизму и убеждение, ну, потому что нам так хочется. Из логики игры-то никак не вытекает. Просто пускай будет здесь. Ну, а сейчас я пройду проверку харизмы и попытаюсь вас убедить воспользоваться приложением 2GIS. 2GIS — это каталог организаций и карты городов, которые работают даже офлайн. Приложение бесплатное, и вы можете его скачать на сайте 2GIS.ru под любую платформу. Если вы меняющийся бог и потеряли свою оболочку, 2GIS наверняка поможет вам ее найти, а также подскажет время работы ближайшего пункта по выдаче тел для богов. 2GIS, если быть точным. Видел много положительных отзывов в том плане, что здесь мало битв, вы можете многое пройти, только поговорив с оппонентами. Да блин, тут битвы просто унылые до жути. Я вот, кстати, этот обзор делаю, не пройдя игру, у меня, ну, чтобы вы... Тот, кто прошел игру, понимали, что я практически в конце, я дошел до сердца цветения, и там началась битва. Я просто как увидел, сколько там юнитов будут передвигаться, мне так грустно стало. Я решил, что... На что я трачу свою жизнь? Зачем мне вот смотреть на эту убогую анимацию, которая еще так долго происходит? Ради чего? Чтобы пройти Тайцевт Нуменера? Ну, я... Не хочу я в душе ее проходить уже. Ну, мне пофигу абсолютно. Нету никакой мотивации ни просто ни с текстом читать уже, ни смотреть на унылые битвы, которые никакой динамики в себе не несут. У ваших подопечных даже способности для битв, мягко говоря, ну, никакие. Они не радуют, как во многих ролевых играх, когда вы какую-то способность получаете, думаете, о, сейчас я нагибать буду, потом в бою вы ее используете, действительно там нагибаете, думаете, о, класс, офигенный я навык получил. А здесь нет, как ты на это все смотришь и думаешь, только побыстрее бы это все закончилось, а? Я даже боюсь представить, как страдают те, кто собрал чисто боевую пати, играют там за война. Ну, там в начале можно три разных класса выбрать и со всеми дерутся в битвах, которые тут кризисами называются, потому что эти кризисы можно решить не только дракой, но и используя подручные инструменты, там какие-то механизмы. То есть вы реально можете не бить соперников, а все равно бой, извините, кризис выиграть. Но опять же, их так мало, и сами эти кризисы, по моему мнению, сделаны убого, что это, ну, это прикольно несколько раз первых. И я вот, кстати, смотрел рецензии, которые повыходили в первые дни, там рецензенты прям не могут нахвалить эти кризисы, как они там классно срежиссированы. Ай-яй-яй, вот сразу видно, что люди, ну, поиграли там в сагусе первые несколько карт, даже не проходили его. И их просто эти кризисы не достали. Да, можно проходить разными способами, действительно, это все сделано, я не спорю. Более того, и даже если вы проваливаете испытания вот на какую-то характеристику, там вот убеждения провалили, то это все равно может привести к каким-то другим интересным последствиям все равно. Да, это действительно все есть, и это один из плюсов, который вот держит меня в этой игре. Но сама мысль, что я буду Тайцев Нуменера переигрывать, реально вгоняет меня в уныние. Хотя, опять же, все для этого есть. Также положительным моментом я отнесу внешний вид. Вот после коричневой каши Тирании яркий мир Тайцев Нуменера, прям как бальзам на глаза. Ну, я видел много претензий к графике игры, мол, она устарела, но я не очень представляю, вот честно говоря, как в подобных играх можно сделать супер-пупер графику и для чего она здесь. Все-таки, больший упор тут именно на текст. То есть, если бы был бюджет, и мы бы делали графонистую игру, то вообще тогда стоило бы Тайцев Нуменера делать что-то типа Ведьмака от третьего лица, например, и там с большим количеством персонажей, разговоров, кат-сцен и прочего. Представьте себе, Planetscape Torment сделан на движке третьего Ведьмака, какая была бы игра. Я вам еще раз повторю, большое количество текста в играх Тормента это как бы не фишка, а решение проблемы с бюджетом. У вас нету стольких денег у разработчиков и стольких работников, чтобы создавать еще одного третьего Ведьмака. Но в этом и одна из главных проблем Тайцев Нуменера. Если во времена Planetscape Torment он был такой один, и в принципе у любителей ролевых игр особого выбора это и не было, ну я да, я знаю, Baldur's Gate, Icewind Dale, но это все равно все игры вот на уровне Planetscape Torment по визуальному ряду, по маркетингу, то сейчас есть и третий Ведьмак, и четвертый Fallout, и Skyrim еще не устарел. И тут вылазит Тайцев Нуменера и говорит, вы знаете, я вспомнила, была такая игра 17 лет назад, я вот сейчас ее буду пытаться полностью копировать, причем не учитывая, что прошло 17 лет, забудьте про прогресс, давайте тут вот такое ламповое ретро устроим. Будут ли в это играть молодые игроки вообще там, ну школьники, даже вот, которые школу закончили, только в институт поступили. Зачем? Чтобы просто показать себя таким хипстером классным, да, что я могу, но откровенно лучше, по-моему, взять Planescape Torment с тем же модом на High Definition графику и полностью перелопаченным переводом уже многочисленными поклонниками и сыграть в него, и он реально будет круче, чем Тайцев Нуменера, к большому моему сожалению. Он даже удобнее будет. Кстати, отправляю вас к моему обзору Planescape Torment. Мало того, что тут куча текста, да, тут еще есть и текстовые квесты. Да-да, вот до этого все это не текстовые квесты, тут есть отдельно текстовые квесты. Вы, используя там определенные механизмы, можете вспоминать типа других людей, как бы, и проживать их жизни, ну, не жизни, а ситуации, и оно выполнено все-таки вот текстовым квестом. Опять, рецензенты почему-то офигенно на это делают упор и ставят эти квесты плюсом в рецензии. Такое ощущение, что они не знают про такую игру, как космические рейнджеры, в которой текстовые квесты намного, намного лучше были реализованы. Я даже не говорю про тот же самый текст и повествование, а про интерфейс и удобство. Что я еще не упомянул? Спутники. Вначале они кажутся интересными, но опять же, за счет того, что игра короткая. Многое, кстати, разработчики, то, что они обещали на кикстартере, они просто в игру не вставили. Многие локации не вставили, многие возможности не вставили. Так и со спутниками они просто не раскрываются. И в итоге, к концу игры, вот этот у меня чувак хорошо бьет, эта чувиха магию делает. А кто они такие? Откуда? Реально забывается. И вы не особо им сопереживаете. Еще есть в игре такая штука потоки. Все ваши решения, они влияют на какой-то поток, то есть в зависимости от того, как это соотносится с характером, то есть вот это решение такое более великодушное, вот это более эгоистичное и так далее, им присваивается определенный цвет и вот набирая совокупность решений, ваш персонаж начинает соотноситься с каким-то цветом потока. Тоже обещали, что это очень сильно будет влиять на игру, но на самом деле это по-хорошему влияет только на концовку. Это какой-то аналог вот как в Тирании вы кого-то злили, а кому-то наоборот больше нравились, так и здесь просто, знаете, какая-то статистика принятия решений скорее, чем игровой момент. Что еще? Фракций нету, крафта нету, предметы, которые находишь по пути, особо на игру не влияют, кстати, сложности тут тоже нету, то есть выбрать вы сложность не можете, сама по себе игра довольно легкая, я тут накопил по-моему тысяч шесть денег, их тратить банально некуда, да и не нужно. Интересная идея с шифрами так называемыми, то есть это такой аналог свитков мага, но я их тоже не использую, нафиг не нужно, потому что бой даже не боевыми персонажами спокойно выигрывается, без всяких наложений, заклинаний и прочего, я специально, да, я специально ходил, дрался, даже в тех местах, где можно было решить это все полюбовно речью, просто чтобы посмотреть, насколько мне будет сложно, хотя я жалею, что это дело, просто потому что бои убогие, не потому что они легкие, понимаете, а вот их муторно проводить, но я уже опять возвращаюсь к тому, что о чем я уже говорил, такое ощущение, что игру боятся ругать, я вот видел несколько таких отрицательных отзывов, но они пытаются найти что-то положительное, несомненно, в игре есть много всего положительного, и я вот играя, ну, то есть, сам мир, в нем как-то интересно находиться, с другой стороны, но эта игра, она очень средняя, сейчас выходит куча других проектов, но зачем вот реально тратить время на Тайцев Нуменера, только потому что в названии игры есть слово Тормент, живем один раз, игр хороших много, реально, лучше бы я, блин, Плейнскейп Тормент опять прошел, вот честно, вот у меня такое ощущение, а виноваты в этом халтура разработчиков, потому что я считаю, они схалтурили, надо заниматься и вычеткой текста, и добавлением намного больших локаций, то есть, надо было более усердно работать, я вам еще раз повторю, 4 года и 5 миллионов, и по сравнению с игрой, которая делалась год, и 3 миллиона, и внутриигровой контент просто несравнимый, я вот, кстати, периодически заходил на Steam, смотрел отзывы на игру, в начале, в первые дни было 90% положительных отзывов, потом стало 82%, потом 77%, сейчас я уже, смотрю, 73%, то есть, люди дальше проходят и, скорее всего, просто меняют свои оценки, начало действительно отличное, то есть, заманивают, дай бог, но все дальше и дальше тебе становится все грустнее и грустнее, вы меня, наверное, спросите, ну, неужели я вот вообще прям не рекомендую игру, ну, почему, я постарался как-то вот более объективно вам рассказать, решать уже, конечно, вам после моего обзора, но все-таки, если вам все равно хочется Тайцов Нуменера купить, я рекомендую подождать, во-первых, скидок, во-вторых, когда доведут до ума русский перевод, и, скорее всего, это будут делать не официальные издатели, а кто-то из игроков-волонтеров, у них это лучше получается, не то, чтобы мне жалко вот времени, которое я провел в этой игре, слава богу, она скоротечна, это не то же самое, что было с четвертым фоллаутом, когда я после ста часов игры делал, ну, довольно критический обзор на него, но игра могла быть намного, намного лучше, это не совсем уже провал, это не плохая игра, это просто средняя, такая, немного устаревшая РПГ, которая пытается выехать за счет нашей ностальгии. Новым игрокам, которые ни во что подобное не играли, мне кажется, рекомендовать Тайсов Томинера вообще не стоит, потому что они будут плеваться от этой тонны текста, просто потому что он бессмысленный, они немножко потеряются вот в этом океане. Старые игроки, которые знакомы с изометрическими ролевыми играми, которым, даже пускай им понравилась Тирания и Пиларсов Этсёнати, возможно, можно и порекомендовать, но со всеми теми оговорками, которые я вам тут привел. Если внезапно Энексайл все-таки будут доводить Тормин Стайт Офнуменера до ума, в первую очередь вот интерфейс с текстом может добавлять какие-то новые квесты, тогда, может быть, игра и немножко расцветет, как бы это ни было созвучно с районом цветения. Ну а пока, как я и сказал в начале видео, скрипя сердцем, все-таки не рекомендую. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Спасибо, что засорили до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.